В школе номер 77 последняя подготовка к тестированию. Черновики с печатью, расставленные таблички с номерами, последние записи на школьной доске. Скоро взрослые поменяются местами с детьми и сдадут настоящий экзамен по русскому языку. Все приближено к реальности. Задания еще не видели. Задания будут распечатываться ровно в три часа и только тогда мы увидим задания. Какие задания, мы не знаем. Условия максимально приближены к реальным. Паспорт и ручка. Все лишнее выявляют металлоискателям. В аудитории участников распределяют согласно спискам. Далее инструктаж. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ГЭМ вы будете удалены с экзамена. После получения заданий новоиспеченные экзаменуемые приступают к выполнению. Такой ход придумали в Рособранадзоре, чтобы родители выпускников сами прошли процедуру экзаменов. Убедились, что ничего страшного нет. И после этого смогли настроить на успешную сдачу ЕГЭ своих детей. Среди участников мы заметили Татьяну Хмель, заместителя директора департамента образования и науки Приморского края, которая также пришла сдать русский. В прошлом году акция прошла в более чем 50 субъектах, вызвала положительные отклики родителей и Рособранадзором принято решение о том, что эта акция будет ежегодной. И еще один вопрос. Когда можно будет узнать результат? Результаты можно будет узнать после 14 марта. Телефоны все организаторы написали на доске, и участники по этому телефону смогут позвонить и узнать свои результаты. К слову, в этом году до начала тестирования было заявлено 56 участников. Большинство из них – родители 11-классников, которым в этом году предстоит сдать ЕГЭ. Сергей – один из них. Он решил узнать, что ждет его сына на экзаменах. Посмотреть, как что-то происходит. У меня сын заканчивает школу, сдает экзамены. Ну и себя заодно проверить, как это все посмотреть, как это выглядит. Сложно, несложно. И вот дверь закрывается. Экзамен начался. Контрольно-измерительные материалы приготовил Федеральный институт педагогических измерений. Это сокращенная версия настоящих заданий, рассчитанная на выполнение в течение 30 минут. Оценки родителям ставить не будут. А узнать, насколько успешно они сдали экзамен, папы и мамы смогут через две недели. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова